Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на моем канале. И сегодня мы с вами посмотрим такую игру, как The Escapes. На самом деле игра просто офигенная. И поехали. Выбираем персонажа. Можно негром играть, да? Ну, давайте вот таким вот обзываем его, да, как хотим. Так, ну давайте вот так назовем. Нажимаем продолжить. Нам сразу предлагают обучение. Давайте мы вот быстренько пройдем, чтобы, ну, там есть некоторые моменты игры, которые в основном пока я вам, ну, сразу не смогу показать в основной игре. У нас, ну, в данном случае у нас перевод. Есть более-менее такой адекватный, нормальный, читаемый. Так что, в принципе, трудности, я думаю, ни у кого не должно возникнуть. Данная игра – это обратная сторона медали игры «Тюремный архитектор», да? Если мы с вами играли в нее, мы пытались сделать такую тюрьму, да, чтобы никто не убежал, то в данной игре нам надо как раз-таки убежать, да, отсюда, с этой тюрьмы. Вот. Мы играем заключенным, да, соответственно. У нас есть предметы, да, которыми мы можем пользоваться, которыми мы можем крафтить, да, объединять предметы. И задача как бы одна, да, убежать с тюрьмы, выбраться из тюрьмы, с этой. В данном случае вот мы пробрались в вентиляцию, да, пока все спят, и пытаемся сбежать с тюрьмы, да, через вентиляцию, пробравшись там в другую камеру и так далее. Так. У, как бы, заключенных, у которых вот такая вот желтенький мешочек, да, мы с ними можем обмениваться, да, ну, как обмениваться, покупать, да, у них различного рода предметы. В данном случае мыло, оно 0 стоит долларов, да, но это обучающее, и нам просто показывают, рассказывают. Также есть крафт, да, создание предметов. Объединив какие-то определенные предметы, мы можем создать, вот в данном случае мы создали молоток в, ну, такой корявый немножко переводик, но, как бы, это оружие, да, скажем так. Оружие это мы можем положить в себе в инвентарь, да, и, соответственно, наши, как бы, удары будут сильнее, да. Сейчас нам говорят о том, что нам надо побить охранника, давайте это сделаем. Так. Ну, иди сюда. И вот мы нападаем на него. Ну, мы его быстро убили, да, ну, ввиду того, что это все-таки обучение, да, пока. У охранника мы можем украсить ключ, да, который мы можем потом сделать себе дубликат и, соответственно, выбраться из тюрьмы. Мы можем украсить у него дубинку, но у этого дубинки нету, да, просто форму. Ну, соответственно, мы можем его раздеть и забрать себе форму. Забирая форму, мы можем переодеться, одеть форму охранника, да, соответственно, и уже так безнаказанно более-менее прогуливаться по тюрьме. Так, ну, в обучении у нас уже есть готовый подкоп, да, под забор. Давайте сюда зайдем. Берем лопату. Лопату мы можем крафтить тоже, опять же, да, из определенных вещей. Так. И, в принципе, мы выбираемся, да, на свободу, ура, и мы прошли обучение. Сейчас мы с вами посмотрим следующий уровень, да, он написан очень легкий, но я вам признаюсь, ребят, я отыграл где-то часов 5-6 в эту игру. Я, у меня так не получилось выбраться с тюрьмы, ну, не получилось у меня. Вот. Потому что тут любой косяк, да, который ты совершаешь, ну, в плане, привлек внимание, да, охраны, они сразу проверяют твою комнату, да, ну, комнату, получается, камеру, да, и, соответственно, обнаруживают все там твои предметы, подкопы и так далее. Поэтому надо быть очень аккуратно играть, вот, и только тогда ты получится, ну, получится у тебя сбежать с тюрьмы. Вот. Ну, сейчас в данном случае у нас вот идет время, да, 8.40, утренняя перекличка. Соответственно, мы пришли на перекличку, и у нас нам там что-то рассказывают, да, охранники. Значит, в тюрьме, да, другие персонажи имеют еще такой восклицательный знак зелененький, да, вы можете наблюдать. Кстати, у нас сейчас на завтрак по расписанию, поэтому мы идем в столовую, да, вместе со всеми. Если мы пойдем куда-то, мы уже тоже привлечем этим внимание, да, охраны. Вот. Ой, 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 сори. Мне сразу, а, ну-ка, выйди оттуда. Так, и, ну, я вот про мешочек вам рассказал, мы можем меняться, да, с этими заключенными. А где вот зеленый восклицательный знак, они нам дают своего рода, ну, задание, да, вот, ну, называется одолжение. И вот в данном случае он говорит, да, что кажется, что вот этот вот заключенный, через, да, через, чирик, опять треплет обо мне языком. Поколотите его, и я воздам тебе по заслугам. Ну, соответственно, он нам, нас вознаградит деньгами, да, 19 долларов. Ну, давайте мы, наверное, этот не будем брать, потому что навряд ли мы пока сможем поколотить. Вот у нас маленькое здоровье, ну, вот второе, да, значит, найдите мне кекс, и я отблагодарю тебя. Вот если мы найдем где-нибудь кекс, мы можем ему дать этот кекс, да, и он нам даст денежку. Все задания появляются в журнале, да, мы можем их контролировать. Здесь идет описание, что мы кому должны сделать. Ну, и, соответственно, сколько вознаграждений нам за это дадут. Вот, также у нас есть профиль, профиль у нас, в профиле есть сила, которую мы прокачиваем, да, я дальше покажу, как это делать, который отвечает у нас за здоровье, да, чем выше у нас прокачена сила, тем у нас больше здоровья. Скорость отвечает за скорость ударов, которые мы наносим при драке, да, и интеллект, это тоже, опять же, да, он качается, и мы, насколько сложные предметы мы можем крафтить, вот. Вот, но вот, как, в принципе, как бы и все, да, с большего, именно по менюшке я показал. Ну, и самое главное, это гнев охранника, который, если он вдруг превышает, да, ну, становится большим, то они на вас нападают, их будут пытаться убить. Мы можем ограбить, да, вот в данном случае в бессознании лежал заключенный, мы попробуем его сейчас ограбить. Вот молоток мы его соберем сейчас, и вот есть такая записка создания, да, в данном, так, он увидел, что мы его ограбили, да, и пытается нас сейчас догнать и побить. Вот, данная записка, получается, если мы по ней щелкнем, да, это своего рода, как бы, рецепты крафта. Вот в данном случае нам попалась заготовка ключа охраны, да, и показано, да, еще мы можем крафтить ее, вернее, рассказано. Это замазка и ключ охраны, и требуется, ну, 50 интеллекта. Интеллект как раз-таки мы прокачиваем вот здесь, вот, да, терминал с интернетом, куда мы с вами зашли, и вот таким вот щелчком по монитору мы прокачиваем ему интернет, прокачиваем интеллект. Прокачивая интеллект или же силу, или еще что-то, да, у нас растет усталость, это вот этот показатель. Снизить усталость мы можем тремя способами покушать, мы можем легче полежать на кровати, да, и мы можем принять душ. Ну, давайте мы сейчас немножко подкачаем интеллект и пойдем примем душ. Так, вот у нас здесь душевая, вот мы принимаем душ, и у нас, соответственно, усталость снижается, да. Так, ну, раз мы уже сюда пришли, у нас также есть, как бы, зал, да, спортивный зал, где мы тоже можем качаться. В данном случае, вот, поднимая вот эти тяжести, да, мы качаем себе здоровье. Ну, с каждым, чем больше мы прокачиваем это все дело, да, соответственно, больше здоровья у нас, вот у нас, видите, стало 16 уже здоровья. Ну, и таким образом качаемся. Как бы минимально я бы вам посоветовал здоровье держать где-то 22-23. Ну, как бы этого достаточно, в принципе. Ну, кто желает, можно больше, да, подкачать. Ну, вот, опять же, смотрите, у нас есть усталость, да, если мы сейчас покушаем, усталость у нас будет, ну, снижаться. Мы, в принципе, когда у нас, мы можем так тихонечко сбежать, да, отсюда, пока на нас никто не смотрит, и заняться какими-то другими делами своими. Скорость, значит, увеличивает, ну, прокачивается вот здесь, да, на беговой дорожке. Двумя кнопками мы нажимаем, 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 и у нас прокачивается, значит, навык скорости. Смотрите, обратите внимание, у нас сейчас час дня, да, и у нас прачечная работа. Мы идем, ну, выполнять какую-то определенную работу. В данном случае мы работаем в прачечной, да, мы берем грязное белье, закидываем это все дело в стиральные машины, да, и потом это все уже чистое белье вложим в ящик чистого белья, да, и вот такая вот, ну, такая у нас работа, да, получается. Тут есть несколько видов работ. Давайте мы сейчас закончим с этой работой, да. Я вам покажу, что имеется, что еще есть, да, какие виды работ есть. Так, это мы забрали, а это мы сейчас положим туда, чтобы она стиралась, да. Так, и давайте, кстати, носок наш в инвентарь положим, чтобы нам, если вдруг кто-то на нас нападет, мы могли хоть как-то защититься, да. Охранники тоже, ой, охранники, заключенные, они определенно как бы имеют, скажем так, ну, как это сказать, они могут нас любить, да, могут недолюбливать. Соответственно, если мы будем драться с заключенными, то у нас, ну, с ними будет, скажем, война, да, они могут нас недолюбливать и в любой момент будут пытаться нас побить. Кстати, у нас почему-то гнев охранников большой, и я не понимаю, почему, на самом деле. Мы вроде бы квоту свою рабочую выполнили, да, и можем гулять. Но почему-то она большая. Ну, ладно. Так. Давайте попробуем выбраться. Я хочу вам показать. Вот здесь вот, значит, есть виды работ, да, которые вообще есть. В данном случае вот мы работаем в прачечной, да, но вот наше имя написано. Самая дорогая оплачиваемая работа – это корпусный цех работы, да. Это вот здесь вот, где этот чувак работает, вот это она приносит больше всего денег в день. Если я не ошибаюсь, 50 долларов. Каким образом мы можем заполучить эту работу? Мы можем поколотить вот этого заключенного, да, ну, чтобы он потерял сознание, а потом прийти вот сюда, в доску объявлений, да, о работе, и, соответственно, здесь будет написано вакансия. И мы можем, ну, как бы, эту, в этой вакансии воспользоваться. Так. У нас есть еще лазарет, да, когда нас побьют, да, мы можем, соответственно, сюда прийти, вернее, мы сюда попадаем, и здесь нас лечат, да. Вот. Восстанавливается, этим восстанавливается здоровье тоже. Мы можем, в данном случае у нас временное упражнение. Давайте пойдем немножко позанимаемся, подкачаемся немножко, да. Так. Хорошо. Давайте подкачаемся. Чтобы у нас было здоровье побольше, и гнев охранников у нас все-таки уменьшился, потому что он достаточно большой, и у нас могут, ну, охранники побить, да, опять же, и сделать обыск в нашем, в нашей... в нашем, в нашем комнате, пускай будет так, в нашем тюремном блоке, да. Так. Ну, я думаю, что надо сбежать отсюда. Давайте пойдем погуляем. Я все-таки хочу вам показать еще, еще кое-что, да. Так, про это я вам рассказал, про лазарет рассказал. У нас также мы можем грабить, скажем так, других заключенных, да. Вот в данном случае мы залезли в другому заключенному в стол, да, и мы видим, что у него хранится. Ну, взять у него нечего, поэтому мы, как бы, там неценные предметы, поэтому мы брать не будем. Так, давайте посмотрим, что тут есть. Есть лекарства. Ну, как бы тоже надо, не надо. Я почему забрал пульт? Потому что у нас пульт иногда просит, да, достать. Поэтому я его и забрал. Так, ну, батарейка, в принципе, такая неплохая вещь. Из нее можно сделать электроприборы различные, поэтому мы ее заберем. Древесину мы можем в дальнейшем использовать для изготовления ручки для лопаты, да, ну, в частности. Вот, поэтому мы ее тоже заберем. Довольно ценная штука. Вот, хотя она довольно часто попадается, древесина, и обменять ее тоже можно. Так, носок и мыло мы заберем обязательно. Так, мы сделаем, ну, прямо сейчас, я думаю, сделаем запасное у нас будет оружие, да. Также мы можем взять наволочку и подушку, да. Мы можем завешать свои решетки наволочкой. Так, давайте мы, наверное, пока выложим вещи наши. Так, вот это все выложим, чтобы у нас был пустой инвентарь. Так, украдем подушку, так, и ограбим тумбочку, да. Так, 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 ну, лист, вот лист можно забрать. Лист ценная штука. У меня, как бы, вообще, получается, появилось, ну, затруднение появилось в этой игре, да, когда я играл. Какие вещи, как крафтятся, и, ну, потому что, ну, реально, как бы, мы можем догадаться, да, но это сложно, да. Поэтому я сделаю ссылку в описании на крафт предметов. Там, ну, как бы, видно все, да, что, с чем крафтится, и что в итоге происходит. Мы можем еще сделать то, что вам понадобится, да, из двух подушек и простыни создать чучело. Чучело для чего? Мы его, ой, мы его можем положить на кровать, да, на тут же, и если мы вдруг, вот сейчас, мы возьмем, допустим, выберем сюда-сюда вентиляцию, пойдем гулять по вентиляции ночью, вот, то охранник, видя вот этот муляж, да, чучело, он увидит, что, как бы, ну, человек вроде бы лежит, и все нормально, да. А если чучела не будет, то они поднимут тревогу. Вот как-то так. Так, мы это пока выложим. Подушку, у нас лишняя подушка. Ну, ладно. Блин, выкинь ты ее. Так, что еще? У нас есть таксофон, да. Тут, как бы, тоже своего рода подсказки, они стоят денег, но не тратьте деньги, они, как правило, подсказки ничего хорошего не приносят. Вот данные вот эти подсказки. Так, у нас есть несколько типов дверей, да. Имея ключ какой-то, мы можем пройти, ну, без проблем, да, в эту дверь. Вот данная дверь, она желтая, да, ну, оранжевая, да, скажем так. И чтобы сюда зайти, нам нужен оранжевый ключ, оранжевый доступ. У нас его нету, соответственно, мы не можем сюда зайти. Зеленый, ну, двери, соответственно, зеленый ключ нужен, да, и есть красный, и там, по-моему, и белый, да. Вот. Эти ключи, как бы, получается, есть у охраны. Если мы дадим, ну, побьем охранника, да, у него будет ключ. Соответственно, мы можем сделать слепок этого ключа и изготовить себе тоже заготовку такую. Так, давайте посмотрим, что у него есть на продажу. Ну, как бы, это ничего интересного. Так, а этот что хочет? Так, трепотицы. Нет, мы не будем никого бить пока, потому что мы еще сами слабенькие. Так, в следующий раз. Отлики тюремщиков, да, вот можно отлечь, и нам дадут тоже денежку. Давайте тоже возьмем задание-то. Так, вот этот, кстати, халявная, получается, вот, добыча тоже, как бы, да, предметов. Когда вот избили какого-то заключенного, мы можем просто взять и обчистить его карманы. Ну, у данного заключенного, как бы, нет такого ценного ничего, да, поэтому мы не будем ничего делать с ним. Так, а вот здесь уже предметы очень даже интересные. Смотрите, у нас есть отвертка, которая нам поможет вылезти в вентиляцию, да, и, соответственно, там поползать по этой вентиляции, и в дальнейшем мы сможем каким-то образом сбежать, да. Возможно сбежать. Так, вечерняя перекличка, давайте мы вернемся сюда. Охранники там расскажут, как прошел день, и, соответственно, что случилось, да, какие новости последние. Сегодня счастье принимать у себя, там, так, ладно, неважно. Не будем это читать. Так, что еще я вам хотел рассказать? По поводу крафта, да, я сделаю ссылочку на крафтинг, да, где вы по ссылке можете пройти и посмотреть, какие предметы крафтятся, и что в итоге из этого получается. Вот, это вам существенно, скажем так, поможет в игре. Так, потом, потом, что еще вам рассказать? Так, про работу я вам рассказал. Самую дорогостоящую работу тоже рассказал. Ну, и давайте немножко поиграем, да, посмотрим, каким образом мы сможем там что-нибудь проделать, да, проделку какую-нибудь совершить. Так, давайте, у нас был муляж, да, мы сейчас его воспользуемся. Положим, ой, вот сюда вот муляж. Так. Ну, нам надо было бы завешать, конечно, как бы нашу решетку, потому что они могут увидеть, как мы пытаемся открыть вентиляцию, да, вскрыть. Так, ну вот, мы немножко уже отвинтили. Так, хорошо. 4% осталось, и сейчас мы туда заберемся, да, с вами. Все, мы внутри, и мы уже гуляем по вентиляции, да. Здесь, в таких вот местах, вот заключенных, у заключенных есть тайники. Мы можем их, ну, как бы найти эти, да, и, соответственно, воспользоваться этим тайником. Здесь металлические рейки, да. Чтобы нам туда дальше пройти, блин, не получилось. Ну, вот охранник увидел, да, что у нас вентиляция была вскрыта, надо было завешать простынёй, как бы два проёма этих. Вот, и нас отправили, соответственно, в карцер, да. Вот, мы в карцере сейчас проведём какой-то промежуток времени, можем опять продолжить. При этом у нас забирают все опасные вещи, которые у нас, да, могли обнаружить. Так, чучело наше хоть не украли, и то ладно. Так, давайте кровать. Ну, я думаю, что вентиляцию, да, на место поставили. Ну, вот, как бы у нас осталась батарейка, да, с пультом. Ну, как бы, получается, день прошёл практически зря. И вот, вот именно из-за этого, да, у меня на самом деле появились проблемы именно убежать отсюда. Хотя, подчёркиваю, данная миссия, она написана, что очень лёгкая. Вот, но не всё так просто на самом деле. Так, ну, я думаю, что, в принципе, я вам такие главные аспекты игры рассказал, да, показал. Мы, вот, пока, в принципе, перекличка, мы можем сбежать, да, у нас, ввиду того, что у нас начался новый день, мы можем полазить по тумбочкам, да, других заключённых. Так, вот у нас записка о создании есть, мы её заберём, да, и, соответственно, я не помню, попадалась она или нет. Здесь нам рассказывается, как вот изготовить лопату, да, и что для этого нужно. Ну, вот, хлипкая лопата, нам нужен лист металла, клейкая лента, да, и мы сможем копать. Вот, ну, что тоже неплохо, в принципе. Вот, такие записки мы можем находить у заключённых, да, в тумбочках можем находить, ну, и так далее. Так, тут ничего хорошего нету, давайте здесь посмотрим, что. Ну, здесь тоже ничего нету, к сожалению. Так. Носок, сейчас изготовим себе этот самый молоток, да, этот с крафтем, чтобы можно было нам каким-то образом защищаться, если на нас нападут заключённые, да. Так. Тут ничего. Вот, ну, в принципе, в принципе, наверное, всё. Я, наверное, буду, наверное, заканчивать, да, на этом. Игра, ещё раз говорю, что офигенная, да, вот они увидели, увидел, что я пытаюсь кого-то ограбить, он гонится за мной, чтобы со мной подраться, да. А мы давайте с ним тоже подерёмся. Вот, ввиду того, что у нас здоровье маленькое, да, вот я говорил, что надо прокачать хотя бы до 25, да, но 25 будет достаточно, чтобы мы могли вот, ну, каким-то образом противостоять заключённых, ой, заключённых охранников. Куда, да, и, опять же, украсть этот ключ, сделать слепок, да, и чтобы у нас доступ к другим дверям был. Вот, как-то так. Вот, если будут какие-то вопросы, ребят, пишите в комментариях, буду отвечать, да, и ставьте лайки. Всё, всем пока. До свидания. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...